У многих из моих подписчиков появляется вопрос, зачем нужна вообще такая колонка, которая так громко играет и не имеет особо выраженных басов. Привет, ребята! На этот раз у нас вот такая маленькая посылочка. Вскрываем, смотрим, что там внутри. И здесь у нас вот такой маленький Bluetooth-модуль. В комплекте входит два переходника и один провод для зарядки. И эта маленькая штучка позволит сделать беспроводной мою колонку, которую я собрал на динамиках XPL. Также будет возможность сделать беспроводным автомобильный усилитель, который я купил тоже для моих проектов, и сабвуферный усилитель, который встраивается в колонки. И как вы понимаете, в этом видео мы проверим, насколько удобно будет пользоваться этим Bluetooth-модулем. Ну и прежде чем подключить Bluetooth-модуль и отправиться тестировать мою колонку, я думаю, её надо немного переделать. И в одном из прошлых видео я выяснил то, что фазик добавил басов в эту колонку, в отличие от того, когда она была с двумя твиттерами и корпус был полностью закрыт. И в этом видео я решил добавить второй фазик, то есть сделать два фазика. Я думаю, будет баса ещё больше. Надеюсь на это, по крайней мере. Твиттер, естественно, я уберу и места для него тут уже не останется в этой колонке. Поэтому я заменю один из динамиков на другой динамик XPL с твиттером. Поэтому у меня по-прежнему останется один твиттер и два среднечастотника. То есть звук будет по-прежнему равномерным. Но у меня появится второй фазик, что немаловажно для басов. После чего мы, естественно, замерим эту колонку на шумомере. Посмотрим, сколько она будет после этих всех переделок выдавать децибел. А сейчас надо здесь всё открутить и полностью перепаять. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, первое впечатление от звука очень даже хорошее. Даже кажется, что стало чуть-чуть больше басов. Ну и по децибелам видно, что колонка не стала тише играть. Но, как оказалось, этот встроенный твиттер в динамик не так хорошо вытягивает высокие частоты, как тот зелёный, который стоял до этого. В первую очередь из-за того, что у этого твиттера чувствительность всего 100 децибел по сравнению с зелёным твиттером, в котором 105 децибел. И конструкция этого твиттера тоже отличается. Возможно, это тоже влияет на громкость. Кстати, то, что я установил второй фазик, никак не добавило больше басов. То есть с одним фазиком он играл так же, как и с двумя. Соответственно, нет никакого смысла оставлять второй фазик. И вместо него можно поставить тот твиттер, который там стоял. И этот динамик с твиттером оставить тоже в этой колонке, для того, чтобы звучание было более равномерным. После чего мы опять замеряем громкость, послушаем, как звучит эта колонка. И уже решим, оставлять этот динамик с твиттером здесь или нет. 123 децибела. Это, ребят, очень много. Даже на расстоянии метра глушит нереально. Уши начинают болеть сразу. У многих из моих подписчиков появляется вопрос, зачем нужна вообще такая колонка, которая так громко играет и не имеет особо выраженных басов. Но я изначально проектировал именно громкую кричалку для улицы, а не качественную стереосистему для дома. Так как для домашнего использования и так очень много разнообразных стереосистем в продаже. И у меня, соответственно, тоже. Также у меня есть колоночка Soundbox 2, которая, в принципе, рассчитана для того, чтобы ее использовать на улице. Но я не понимаю, почему они сделали твиттер, который подходит больше для домашнего использования. А именно вот такие твиттеры, они не рассчитаны для того, чтобы их использовать на большом расстоянии. Они уже на расстоянии 10 метров делают сильный провал по высоким частотам. И для этого отлично подходят вот такие твиттеры, которые используются в SPL-системах. Но так как эти твиттеры хорошо слышны на большом расстоянии, то на близком расстоянии слушать их уже не так приятно. Соответственно, колонка для улицы должна существенно отличаться от той колонки, которая используется в домашних условиях. И в идеале было бы поставить SPL-твиттер вот сюда в Soundbox 2, который бы включался вместе с уличным режимом. Так как здесь есть переключение режимов домашний и уличный. Но как оказалось, не всё так просто. Недостаточно просто установить сюда твиттер, выключатель и включать его, когда вы находитесь на улице. Так как при смене твиттера необходимо ещё, чтобы вся звуковая характеристика усилителя тоже изменялась. Иначе будет провал между высокими частотами и низкими. Поэтому не так уж и просто взять и просто вкрутить сюда дополнительный твиттер, для того, чтобы Soundbox 2 начал отлично играть на большом расстоянии на улице. Как многие из вас заметили в комментариях, то что Soundbox 2 лучше выдаёт низкие частоты, но этого можно добиться и в моём проекте, если полностью скопировать размеры Soundbox 2. Тогда и моя колонка будет выдавать такие же басы. Но как практика показывает, эти басы слышно хорошо тоже на расстоянии до 5 метров. А на расстоянии уже в 20 метров бас, что от одной колонки, что от второй колонки, всё равно слышно не будет. А вот по высоким частотам мой проект будет намного лучше звучать на большом расстоянии, чем колонка Soundbox 2. Теперь моя колонка имеет Bluetooth-модуль. Конечно, я его сюда приколхозил на дермоклей, и это не очень красиво получилось, но зато она стала более портативной, и теперь не надо по проводу её подключать к телефону. Вообще, создание колонки – это достаточно трудный процесс, и не всё так легко получается, особенно если не вести расчёты корпуса через специальную программу. И теперь напоследок осталось взвесить обе колонки, чтобы узнать, какая из них оказалась тяжелее. Конечно, из-за того, что я использовал более тяжёлые аккумуляторы и не совсем подходящие динамики с огромными магнитами, моя колонка получилась тяжелее. Но вот на сколько килограмм – это мы сейчас увидим. Разница в весе, конечно, получилась значительная. Целых 7 килограмм моя колонка оказалась тяжелее. И это очередной раз доказывает, почему такие колонки, как Soundbox 2, так дорого стоят. Потому что своими силами собрать колонку на имеющихся деталях в продаже, чтобы она была в два раза дешевле и такая же по характеристикам, практически невозможно. Понятное дело, что компании Soundbox эта колонка обходится изначально намного дешевле, из-за того, что они делают их большими партиями. Но если вы собираетесь создать всего лишь одну такую колонку, да ещё и на комплектующих, которые есть в продаже, на которых уже произошла наценка, то эта колонка вам никак не обойдётся дешевле, чем купить уже готовую у компании Soundbox. Хотя ради экономии я бы, конечно, поносил лишние 7 килограмм, потому что деньги всё-таки не маленькие. Да и 21 килограмм это не такой уж и большой вес. Почти каждый человек с таким весом легко справится. Дискотека, алкоголя и мариуанны. Без сахара, без альда, без эффектов и фильмы. Искать, где алкоголя и мариуанны. Продолжение следует... Каждыйенным этап? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...